Близз новости возвращаются. Мы возобновляем съемки и приступаем к третьему сезону новостей. Его будет готовить наш новый оператор Андрей Баглаев и корреспондент Елизавета Рябова. Мы начинаем. Почти все организации БГУ объявили о наборе студентов в свои ряды, в том числе Федерация студенческого самоуправления, студентряд АРОН, а также наш медиа-центр Профтайм. Кстати, на этой неделе уже закончился первый этап конкурса и начался второй. Это Близз новости и мы начинаем наш новый третий сезон. Приступим! Фестиваль студенческая весна 2021 все-таки состоится. К мероприятию готовятся сразу 14 факультетов и каждый из них хочет забрать главный приз в кубок субвесны. Сейчас все факультеты упорно готовятся к творческим номерам. Мероприятие пройдет несколько дней. Старт дан уже на 31 марта. Организаторы напоминают о действующих ограничительных мерах о соблюдении социальной дистанции и масочного режима в университете. На этой неделе в беседах факультетов разместили объявление о том, что любой желающий студент может поставить себе вакцину от ковида. Однако прививка вызывает очень много вопросов и мало ответов. И чтобы лучше разобраться в этой проблеме, мы решили лично позвонить в поликлинику, которая предоставляет эти услуги. Ну, собственно, как мы поняли, дозвониться туда тоже нереально. Женская сборная БГУ по волейболу выиграла серебро на чемпионате студенческой лиги России. Ее соперниками стали команды из Урала и Сибири. Таких городов, как Пельм, Сургут, Омск, Тюмень, Иркутск и также Красноярск. Наши девочки смогли обыграть команды из Красноярска, Иркутска и Тюмени. Однако финаль в спортсменке уступили команде из Перми. Матч завершился с счетом 1-3. На следующей неделе ожидается улучшение погоды. Возможно, выпадет небольшой снег. Температура воздуха может достигнуть минус 20 градусов, однако теплая погода уже обещает вернуться к пятнице 19 марта. Это были все новости. Спасибо за внимание. Пока!